Девушки отдыхают Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков завершилась всемирно-исторической победой наших войск. Кто посеял ветер, тот пожинает бурю. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. От края до края нашей необъятной Родины пронеслась радостная весть о победе. Это было на рассвете 9 мая 1945 года. Повсюду возникали летучие митинги. Так было в колхозе имени 1 мая. Из Аула в Аул, из города в город летела радостная весть. Так было в Каскелине. Слава нашей родной и любимой Красной Армии. Слава нашему мудрому Сталину. Столица Казахстана, Алма-Ата, с раннего утра началось народное ликование. Не смущайтесь, товарищ офицер, вас сегодня будут целовать еще много раз. Эти поцелуи – благодарность народа. Профессор медицинского института, товарищ Бакал. Он взволнован неожиданной радостью. У каждого в сердце это чувство. Сотрудники Турксиба первыми вышли на улицу, организованной колонной. Первая мысль советских людей в этот день была о воинах Красной Армии, которые кровью своей добывали победу. Им сегодня цветы, им наша любовь, им наше восхищение. На пути к площади Коминтерна возникали летучие митинги. Ректор Казахского государственного университета, товарищ Лукьянец, поздравляет студенческие колонны с Днем Победы. Сегодня все спешат поделиться своей радостью. Весь день телеграф работает с небывалой нагрузкой. На площади Коминтерна собрался народ-герой, народ-победитель. Начался дождь, но это не обращало торжественного настроения собравшихся. Секретарь Центрального комитета партии большевиков Казахстана, товарищ Барков, от имени партии правительства поздравляет трудящихся столицы. Слава Красной Армии! Слава организатору наших побед, великому Сталину! На трибуне лауреат Сталинской премии товарищ Садбаев. Слава нашему свободному Отечеству! Слава Красной Армии! 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 Слава Красной Армии!